Огрождающая конструкция, которая будет подвергнута. Как оно большое, на 2600 человек. В случае, если что-то происходит, а там дверь открывается, проходит, скажем так, шлюсть, здесь снимается сим-защита, уже дальше чистая защитная суверенция проходит. Здесь по всему периметру, если вы увидите, каналы, по которым будет подаваться воздух. Также вода, электричество и отопление. А как воздух очищается, если всё вокруг заменится? Через фильтры вентиляционные, как я сказал. Через неё подаётся воздух, через фильтра прогоняется, и, обратите внимание, белые трубы, это окраска, окраска, маркировка идёт, если белые, чистый воздух. Если жёлтые, это значит забор грязного воздуха снаружи. И, обратите внимание, толщину стен. Это всё по расчёту идёт. Перекрытие, бетонные полы, перекрытие и ограждающая конструкция, это имеется в виду стены, ограждающие конструкцию. А какая точка? Ну, это всё будет зависеть от класса. Где-то порядка, ну, от 80 до метра. Это толщина стены. А потолок? Ну, потолок где-то порядка, наверное, 70-80 см. Достаточный для сохранения его внутри помещения. А это одноэтажное обежье? Естественно, одноэтажное. Оно заглубленное, одноэтажное. Так, прошу, если я помню сюда. А вы просто вы. Ну, всё равно надо будет снимать, так что, ну, по-любому. Интернационное. Это подача воздуха идёт, ну, и освещение, соответственно. Обрыва электричества от наружной сети обеспечивает дизель-генератор. Когда сюда заходили, обратили внимание, что двери здесь не как вот в том положении, а защитные. Если защитное сооружение будет закрыто, дизель-генератор будет выделять тепло. Ну, и частично какие-то будут газы выходить всё равно. Поэтому дизель-генератор закрывается на защитно-герметичные двери. Для того, чтобы в помещение вот эти отработавшие газы не поступали. Если, значит, работник, ну, как бы на заводе не нуждается, его эвакуируют. Но в клане прописывается, что его эвакуируют, значит, с членами семьи. При вентиляции сюда поступает воздух. И при необходимости там, ну, какие-то розетки, электричество, всё есть. При переходе на запасной резервный источник питания будет включаться дополнительный свет. И техническая вода, это для, ну, умывания, руки мыть. И питьевая вода, они, соответственно, все отдельно располагаются. Так, через вода поступает через, ну, через трубы. Ранее проходили с вами, там был туалет и умывальник. Я знаю, что в 2015 году было включение с практическим укрытым персоналом по сигналам воздушной тревоги. Данная представляется схема, порядок размещения структурных подразделений в данном убеждении. Да, это массово проходило это мероприятие. Проходили было 2600 человек. Да, то есть реально всё проверяли на заводе, скажем, у вас включалась сирена. Назначенные грехи на джунство, что там эриканируют. Так, это не из того, что там с тюрьмы, а просто, как бы, есть двухъярусные, есть трёхъярусные. Также они могут переоборудоваться под одноярусную. В соответствии с правилами МЧС России 583-й защитные сооружения обслуживает звено по укрытию убежища, назначается руководство, которое будет следить за порядком. Также правилами прописывается порядок укрываемых. Также правилами прописывается время пребывания, сроки укрытия и так далее. И звено, которое обслуживает убежище, будет следить также и за порядком, и производить какие-либо выдачи, продовольствия, воды и так далее. Помимо укрываемых людей, кто здесь ещё будет обязан находиться, включая медиков и на счёт кого? Ну, обслуживающий персонал и сам персонал организации. Медики будут? Медики, сантехники, электрики. То есть весь необходимый персонал в плане прописан, указан пофамильно. Если человек увольняется с организации, ему находится замена. Но в любом случае необходимое должностное лицо назначается и в приказе прописывается. Сколько максимального времени здесь можно находиться? С мальчики, очень макинные. Значит, для укрытия персонала минимальное, скажем так, от суток, ну и максимальное от трёх до пяти суток. Ну, а при необходимости, ну и до тридцати суток могут находиться укрываемые в данном убежище. Потому что созданы все условия для экстремального пребывания людей в данном убежище. Понятно, что некоторые оборудования, столы, стулья и помещения, может быть, и старые постройки, но они все функциональны и предназначены для продления и нахождения людей и персонала в данном защитном сооружении. Уточните ещё раз, пожалуйста, в убежищных укрытиях, получается, сотовая связь не работает? Сотовая связь и интернет работать не будет. Как происходит с внешним миром? Да, с внешним миром связь будет поддерживаться исключительно по кабелям проводной сети. Исключительно только так. И по радиосвязи. И по радиосвязи. Какая-то внутренняя сеть? Это общедоступная сеть? А они, ищельных народов, стереть, спасибо. Какая-то внутренняя сеть будет ваша? Нет, это общедоступная будет сеть, общедоступная сеть, которая уже во многие годы была заложена. Она и сейчас, по сей день находится, скажем так, в состоянии готовности. Но так как на дворе 21 век, поэтому все практически пользуются и большая масса сотовыми телефонами, интернетами. Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство «Татаринформ».